Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть яковоистину Божистики, Богородицу Пресноблаженную, Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово Рожищу и Сущую, Богородицу Те обеличаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитва ради причистой Твоей Матери, силы и щаснага животворящего Креста, Святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благослови человека любец. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным! Создав имя Господи, помилуй меня! Весчеслависто грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! За молитву святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Аминь. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради Боже, очисти мне грешно, века не кори же благое сотвори пред Тобою Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя Да неосужденно отверзу уста мои недостойно Восхолю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и пресной, во веки веков, аминь Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Помилуй нас, слава Твою Сыну и Святому Духу Ныне и пресной, во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наши Святые, посети и исцели небощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже есть и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як у на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же мы оставляем ложнюком нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню опиемте сильной. Свят, 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 аси Божий, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возьми к миссии Господи умы, просвети и сердце, и уснемы и отверзи. Во еже петь и тя, святая Троица. Свят, 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 аси Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судья приедет, и к его же деяниям обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 аси Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко многерая Твоя благость и долготерпение не прогнелся на меня ленивый и грешный. Не поубил меня с беззаконием моими. Но человека любствовал и си обычно. И в нечаянии лежащий говозил мне и си. Во еже утренте, совословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста. Поучайся со всем Твоим. И разуметь заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедании сердечным. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Сто четвертый Псалом. Славьте Господа. Призывайте имя Его. Возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему. Поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил. Знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избраны Его. Он, Господь, Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово которое заповедал в тысячу родов. Которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил ту Иакову в закон. И Израилю завет вечный. Говоря, тебе дам землю фанаанскую, вводил наследие вашего. Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней. И переходили от народа к народу, из царства к юному племени. Никому не позволял обижать их, и возбранял о них царя. Не прикасайтесь с помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Таколь исполнил слово его, слово Господне испытало его. Послал царь, и разрешил его владеть народов, и освободил его. Поставил его господина над домом своим, и в правителе над всем владением своим. Чтобы он оставлял вельмош его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Яков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой, и сделал сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его, и ухищрение против рабов его. Послал Моисея раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамения его, и чудеса его в земле Хамовой. Послал к нему, и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь, и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спадни царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, с гнипой во все пределы их. Вместо дождя послал на неград, палящий огонь на землю их. И побил виноград их, смоковницы их, и сокрушил дерево в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа. И сели всю траву на земле их, и сели плоды на полях их. И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их. И вывел израильтян с серебровым золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шестью их, ибо страх от них напал на него. Простер облаков по кровь им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным осыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекой по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое, к Абрааму, рабу своему. И вывел народ свой в радости, избранных своих весельем. И дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных. Чтобы соблюдали уставы его, и хранили законы его. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны в обеки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и в обеки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, спаси меня по благодати, ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долго. Истинно так, богаты страдания и неизречены в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидеть смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмениться же мне вера вместо дел, Божий мой, ибо не наешь никакие дела правдующих меня, но вместо всех дел, да будь довольна верой моей, пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, Пусть она соделает мне участником славы Твоей вечной, да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторгнет Твоей Слово Божие руки и защиты. Но хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, очарив Матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некуда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану Больстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во всей жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный в блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону, починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. Ой, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель, бедному Души и Тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем-то грешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким греховым. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем, и садил меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая ладыщица моя Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного несчастного раба твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и всескверные, лукавые, и хульное помышление от несчастного моего сердца, и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо нищ, и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благоценен от всех родов, и Твое пречесное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Николай, Иосиф, Надежда, Бориса, Дарья, Евсевий, Ездра, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего Креста Господний, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары Твое, сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, поймел от самого духовно, родители и стродника благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священный Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Навума, Кирилла, Вадима, Засима, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея и епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнирия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, Илариона и весь священнический, иночийский чин. И вышли, если служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше, который благовестник, и место для занятия. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, бы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся. Сохрани их от покушения на них. Преобразуй их сердца в духовное. Коснись их Владимира Михаила, Андрея, Жизепа Рамзанова, Владимира Александра Радогена. Коснись, Господи, сердец их, направь мысли к горнему, и покажи, что с начальствующих будет строгое взыскание на суде Божием. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дал им желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобой, для всего пощинам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяйся Твоему промыслу, Твоей заботе о нас, ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым. С радостью исполняющим все Твои святые заповеди, Ты дал названия, сказав, святые мои и избранные мои, помоги нам оправдать эти дивные названия и в вечности быть с Тобою. Слава Тебе, Христе Божий наш! Сохрани наше жилище и селение от пожара, ворух, нечистой силы потопления. Благослови живущих здесь, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. И прищи добрых жителей здесь, благослови нас, стоящих перед Тобой здесь. Слава Тебе, Христе Божий наш! Я тяжко, недуга, пьянство избавил Господи, Павла, Михаила, Андрея, Владимира. Потерянного Александра найди, укажи, жив ли он. Блуждающих Алексея и Сергея останови, да вы не обманывали себя и людей. Слава Тебе, дивный наш Господь, перед Которым мы предстали, ища помощи Твоей, благословения и славословия. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Будь милостив к нам, Владыка, и обрати все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Ирену, Марию, Татьяну. И посети, Господи, болящих, дай силу безропотно перенести страдания. И пошли им исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Даниила, Павла, Виталия, Надежду, Людмилу, Любовь, Антонину, Надежду, Александру, Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за милости Твои. Благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Елену, обрати Евгения, Наталье, Надежду, Юрию, Эдуарда. Мы просили помочь нам переиздать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного Вефилакта и книгу к истинному православию. И Ты благословил, мы все это получили, и более того, и проповеди в стихах. Помоги нам издать проповеди во свете Святой Библии. И до Слова Божия нет уз. Мы немощные, сирые. Пошли, Господи, все необходимое, Ты богатый щедротами Твоими. Соверши это чудо для многих пользы. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! И возри на угрозы врагов, на потоки лжи, на все, что они творят. По всем признакам показывают, что уже похулили Духа Святого, быть может. В судный день не помяни их безумия, совершенно не понимать, что они делают. Войдя в чужой труд, стараются разрушить его. Останови их, Господи, безумие. Будь милостив к нам. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарю Тебе, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему промыслу все это может оказаться полезным и спасителем для нашей бессмертной души. И услыши молитвы родителей, которые просят помолиться о младенце, чтобы они росли послушные родителям, были верующими и стали благовестниками. Благослови Ангелину, Алфея, Феодосия, Евсевия, Ездру, Игнатия, Марка. Слава Тебе, Боже наш! И просят помолиться, которые поняли, что они одержимы злым демоном, Рустика, Ирину, а Егор и этого не понимает. Открой ему глаза на все, что случилось с его жизнью. Приди на помощь, не дай погибнуть. Аллилуйя! Благослови Господь, Виталия, Никиту, Николая, Егора. Дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб. И за все быть Тебе благодарным. И каждому дар доброе жилье и Сергею Гавриилу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савалов. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир, человека, благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны, церкви, соборов, как наистину. Аллилуйя. И вечности Божией воздай милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от зависти несчастливых от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия по этой стране и по многим странам, распространять Слово Твое, Святое и посеянное нами дадас обильные плоды и в будущем. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога, мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый Ангел, сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу помытастом, страшным и непонятным, и веди ее навеки, вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ян Креститель, претеща Христу, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, лежите в бедность, имея пропитание, одежды и жилища, быть благодарным Тебе за все, не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, повидеть нуждающихся в нашей помощи и по мере сил помогать. Слава Тебе! И дай каждому доброе жилье, о чем просили тот болящий Михаил, Елена. Помоги им, Господи, Роману, Екатерину, и ты дал им жилье. Первые христиане не имели ни одного храма на всей земле, но они ежедневно собирались по домам, прославляя Тебя, вникая в Слово Божие. Все делай, чтобы они там не были одиноки. Обрати близко живущих, кому они Слово Божие дали, чтобы дома их были, как храмы Бога Живого. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастер словесных овец, моли Бога о нас, о нашей живности, честь которой Господь облегчает наше пребывание на этой земле, как ее доли печали. Аллилуйя! Молите Бога на святые пророки Божии! Я, Елисея, Дух, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Едраниеми, Амос, Наумы, Саи, Иеремия, Варуха, Дыки, Осия, Иаи, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Оторхи, Пророк Михея, Авраам, Саак и Яков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, Будет день прихода, Той наше отшествие Не засталось Неготовыми. Но чтобы мы вышли Навстречу Тебе, Боже, С горящими светильниками Истинной веры И сосудами полными Елея добрых дел, Соделанных Духи Святом И с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, Сенебесные силы Престолу Божию Предстоящей, Святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Священное Писание, Ибо через них Мы думаем И жизнь вечную. А они Свидетельствуют Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Милости Твоей, Господи, Полна земля! Мужчина, Все это видеть И прославлять Тебя за все. Хвала Тебе, Христе Боже наш! Молите Бога на святые мученики Игнатий Богоносец, Поликавс, Минский Усин, Философка, Смайя Дамиан Андреев Старте Латтерон, Мужчина, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, Сорок святых мучеников, Царь Николаевич, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Да бы никто не принял Насчетание Зверя Антихриста На челую или правую руку, И взятые с семей И отправленных На военные действия На фронт, Спаси и сохрани Никиту, Александра, Максима и Анна И неведомых нам, Верующих в Тебя, Дай им истинное Духовное рождение, Чтобы они имели Страх перед Тобою. Постоянно помнили, Написано Откровение 13.10, Кто ведет в плен, Тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, Тому самому надлежит Быть убитым мечом. Здесь терпение И вера святых, Не допусти, Чтобы они скверлили Чужой кровью, Возврати их в здравие По милосердию Твоему. Аллилуйя. Упокой, Господи, В обителях небесных усопших Хотятся братья наших, Родители, Сродника, Благодетели, Всех православных Христиан. Ибо нет человека на земле, Который живо не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, Вольное и невольное, И душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Посети томящихся вузах, Тюрьмах, Лагерях, Тихиатрических темницах За слово Твое, Верующие в Тебя, И дай им свободу, Как угодно тебе. Монаха Сергия, Владислава Вара. Мы просили об Илье И так внезапно Освободил ее до суда, Совершив великое чудо По нашему времени. И где он, Господи, Илья? Не дай ему погибнуть. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Беларуси, Карабаху, Казахстану, Где смуты и мятежи. Только ты можешь Укротить Буйство И тех, Кто называет себя Руководителями, Борцами за свободу. И ты одного из них убрал, Как некогда Юриана Отступника. И прозвучало с неба, Что пало мерзкое животное. Как страшно. И здесь, Господи, Обрати новые души. Только ты знаешь, Господи, Как это сделать. Пошли к ним добрых свидетелей, По слову твоему. Аллилуйя. И что мешает Ильи быть здесь с нами? Илья, который находится в узах, Один из смутьянов, Обрати его на путь спасения. Не дай ему погибнуть. В упорстве своем, Своими мятежами, протестами, Они ничего не дают. И по слову твое, говорит, Молиться за старея начальствующих, Дабы жизнь проводить тихую, Безмятежную, И никогда не почитать на чужое. Аллилуйя. Аллилуйя. Будь в святой православной вере. А замысле ретикого сектанта, Прозруша, развееве, Что преврати. Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла, первомущинца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалейна, Мария Египетская, Присхела Акила, Андраних и Юня, Киприяна Устина, Да дарит Господь Жёнам и Девам послушание, Молчание, Целомудрие, Истинливость, И сохранишь от всяческого Поругания насилия, Исправки, И покорилась Галина, И семейство Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Анны. Хвала Тебя, наш Господь, За дивные дела Твои, И сохрани наши сокровища В интернете, Их администрацию Благослови расположи к нам, Благослови трудящих На этом поприще Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Вячеслава, Николая, Алексея, Гавриила, И обратите Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Господи! Прими нашу молитву Воздиание рук, Как жертву вечернюю Благоухание приятное Перед престолом Благодати Твоей, Боже. И соедини наши молитвы С молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир И сохраняющий его, Как зиждитель. Ты, Господь, Знающий все прежде бытия. Боже, услыши, Исполни молитву Всех молящихся о нас Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий И пролитой крови Сына, Твоего Единородного Иисуса Христа За нас грешны. Прими, Исполни нашу молитву О всех заповедавших Нам молиться о них. Спаси их, Господи, И помилуй. И мы взываем о незаповедавших, Кому слово истинно Возвещено, Но они еще не принесли Покаяние. Господи, Ложная надежда Охреляет глупых. Дай им понять, Что никакие Заупокойные молитвы Не помогут человеку, Если он при жизни Не получил прощения. Что за гробом Нет покаяния Приемлемого тобою. Тебе, Боже, Хвала, Тебе слава, Тебе счастье И поклонение, Хвала и благодарение. Отец, Сын И Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат Рабы Твои, Голос Твой. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. По милости Божией. Остались живы. Ночью гремело, Сверкало. Опять гроза была. Как урожай нынче будет, Даже неизвестно. Некогда созревать-то. Вот все в руке Божия. А я когда в школе учился, Учительница занималась там, Мы пели, И мороз, И знойный ветер, Если надо, Укротим. Укротили. В своей-то комнате Не можем температуру Правильно сохранить. В теле своем Не можем правильно. В Божьих руках все это. А все остальное надмене. И всякое надмене Противное Богу. Тут вопрос задали мне. Я его на всех выношу. У кого знакомые есть, Священники. Постарайтесь как-то так Подойти, Побеседовать. Может быть, Что-то дать посчитать. И на 7 июля Пригласить сюда, Чтобы они своими глазами Увидели. Пораньше приехать На несколько дней. Как тут будут проводить Экзамены, Готовишься к окрещению. Так назовем. Пока возможность такая есть. Одно дело слышать, А другое увидеть. Это Никак лишним не будет. Ну и кроме того, Тут события такие, Что необходимо людям быть, Молиться, Помочь нам. Вы знаете, Рейдеры были такие. Так вот они тут появились Среди верующих. А тут надо Анти создать Встречное движение. Это только Бог знает, Как и что будет. Каждое Богослужение у нас Заканчивается тем, Что считается Слово Божие Столкование блаженного Фефилакта. Этот труд Взяли на себя Наши сёстры. Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко, Ольга Николаевна. Уже несколько лет Они считают. Не одного пропуска. Вот нам примеры Расставлены. Вот у нас Тут была Она Плотникова Серафима Гавриловна. 95 лет, Говорит, Были 94 лет. А ушла. Она ни разу Никто не видел, Чтобы она в храме сидела. Но один раз Она упала. Упала и Подняли её. А посадить не смогли. Она опять стоит. Идти-то по деревне надо. И она пришла ко мне Сюда Рассказать, Почему она упала. Потому что я, Говорит, На молитве стояла И кого-то осудила. И меня ангел Сразу поверг на землю. Чтобы я думал о Боге. Будьте внимательны. Вот как надо рассуждать. В таком возрасте, Говорит, Такая устала, Иногда на огороде копаясь. Приду И сразу начинаю Гимнастику делать. Вот. И когда я 90 лет Исполнилась, Бумагу принесли. Ну, конечно, Это массово было сделано От президента И от главы администрации Алтайского края. Она, Когда была молодая Во время войны, Работала трактористом. Какие трактора-то были там, Как заводить их трудно было. И однажды она за рулем уснула. Я могу тут не совсем точно сказать, Как она, То ли ангел ее Остановил. И она тогда С трактора-то вышла, А дальше она поле проехала, И дальше овраг, И дальше только железки Одни бы были. Прямо на самом Месте остановилась. Вот как Бог делает. Я рассказываю про это. У меня знакомый один, Очень хороший, Леська. Он профессор. Близкие такие. Вот жена затеяла На родину съездить. А родина, Где-то Краснодар. Ну, Надо ехать, Чеш. Родственников увидать. И он ей наказал. Ты смотри там, Наташа, За мной, Чтоб я не заснул. И вот я, Говорит, Еду и вижу На дороге Икона лежит. Она вот так поднимается, Икона. И я вижу, Божья Матерь-то. И она говорит, Куда же ты едешь? Я перед тобою. Я как вздрогнул, Остановился, Я уже на встречной полосе, А на встречу КамАЗ несется. А идем мимо реки. Я остановился, Крутанул в сторону-то. Я говорю, Что ж ты не сказала? Да я сама задремала. И теперь, Когда все уже позади, Он сошел вниз там, Рекать еще умылся. Благополучно доехал. Приехал, И батюшки там рассказывают. Он говорит, Это очень важное. Я договорюсь тут с телевидением, И вы расскажете. Тут университет. Сходим. Ну и пошли, Где они там были, Не знаю. Он ему показывает. Я говорю, Гляжу, Икона та самая. Он узнал эту икону. И Теперь они уже близко со священником стали. Видимо, перед студентами выступил. Тут у меня один снимок есть. Ректор университета. А он научный сотрудник. Там как секретарь стоит. Он даже сохранился здесь. Вот как Господь устрояет, Чтобы мы помнили все о Боге. Так. Мы все время просим Поддержать молитву. Потому что враги лютуют. Делают непотребное. И они не понимают, Что все, что они делают, Это отразится на детях. На их детях. Закон такой. Закон такой. 108-й псалом говорит об этом. И как? И как пока только молиться. Не разговаривать, ничего. А они все больше вылазят. И на... Когда эта гидра вырастет, Вырастет полным ростом. На бростер вылезет. Тут ее Господь будет тогда Ставить на место. Мы мало ли в этом не сомневаемся. Уже ночью мне сегодня Об этом люди пишут. Антирейдер создать. Ну... Я говорю, Мы молим у Бога Милости. Чтобы все было по-божьему. В конце будем тогда Подробно объяснять, Что это такое, как. Я утром даю возможность, Если есть суперсрочные вопросы, 7 секунд молчания. В это время можете сказать, Что есть. Ничего нету. Итак, Дорогие сестры, Ваше время. Благослови Господи На чтение священного писания С толкованием блаженного феофилакта. Дару, разумеет, написано Исполнить волю Твою Во славу имени Твоего святаго. Евангелие от Луки 20 глава С 20 по 26 стихи. И, наблюдая за ним, Подослали лукавых людей, Которые, притворившись благочестивыми, Уловили бы его В каком-либо слове, Чтобы предать его начальству И власти правителя. И они спросили его, Учитель, Мы знаем, что ты правдиво говоришь И учишь, И не смотришь на лицо, Но истинно Пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать Подать кесарю или нет? Он же, разумев лукавство, И сказал им, Что вы меня искушаете, Покажите мне, Динарий, Чье на нем изображение и надпись. Они отвечали, Кесаревы. Он сказал им, Итак, отдавайте кесарева кесарю, А Божию Богу, И не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись, Ответу его замолчали. Толкование. Фарисеи приготовили сеть, Которую, по их мнению, Господу трудно избежать. Но в сети сеть запуталась нога их. Псалом 9.16. Смотри, какое лукавство. Если Господь скажет, Что должно давать, Подать кесарю, Тогда обвинят его перед народом в том, Что он в рабство приводит народ, Который есть семя Авраамова, И никому не работал. Иоанна 8.33. Если он запретит давать подать, В таком случае, как возмутителя, Поведут его к правителю. Государь твой хранит тебя от неприятелей, Жизнь твою делает мирной, Это ты обязан ему подать. И иначе то самое, Что ты вносишь, То есть монету ты имеешь От него же самого. Итак, монету царскую царю И возврати опять. Между тем ты и для себя Извлек из нее выгоду, Разменивая ее И добывая необходимое для жизни. Так точно и Божие Должно воздавать Богу. Он дал тебе ум, Возврати ему оны Разумной деятельностью. Он дал тебе рассудок, Возврати ему оны, Не уподобляясь неразумным животным. Но поступай во всем, Как одаренный разумом. И вообще он дал тебе душу и тело. Возврати ему все И восстанови для него образ его, Живя по вере, С надеждой, В любви. И в ином смысле должен отдавать Кесареву кесарю. Каждый из нас носит на себе Или образ Божий, Или образ князя мира. Апостол Павел убеждает, Само согрешившего и ветхого человека. Ибо образ земного ничто иное, Как тление и грех. Каковой образ мы имеем, Потому что уподобились отступнику, А не царю. С 27 по 40 стихи. Тогда пришли некоторые саддукеев, Отвергающих воскресенье, И спросили его, Учитель, Моисей написал нам, Что если у кого умрет брат, Имевший жену, И умрет бездетным, То брат его должен взять его жену, И восстановить семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену, Умер бездетным. Взял ту жену второй, И тот умер бездетным. Взял ее третий, Так же и все семеро, И умерли, Не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, В воскресенье которого из них Будет она женою, Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, Чья до века сего Женятся и выходят замуж, А сподобившиеся достигнуть Того века и воскресенья Из мертвых не женятся, Ни замуж не выходят, И умереть уже не могут, Ибо они равны ангелам И суть сыны Божия, Будучи сынами воскресенья. А что мертвый воскреснуть И Моисей показал при купине, Когда назвал Господа Богом Авраама И Богом Исаака И Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, Но живых, Ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, Учитель, ты хорошо сказал, И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Толкование. Чадо века сего, То есть рождающие И рождающиеся в мире семь, Женятся и посягают, То есть выходят замуж. А сыны того века Ничего такого не делают, Ибо и умирать не могут, Поэтому нет там и брака. А жизнь ангельская, Божественная, Здесь потому и брак, Что есть смерть, И потому смерть, Что есть брак. А там, Когда упразднится смерть, Какая нужда в браке? Ибо брак установлен В помощь смертности И в восполнении недостатка. Где нет никакого недостатка, Там какая нужда в восполнении? Ибо они равны ангелам И суть сыны Божия. Почему? Потому что суть Сыны Воскресения. Исход 3.6. Если бы патриархи Навсегда уничтожились И не были живы Пред Богом По надежде воскресения, То он не сказал бы Я есть, Но я был. Ибо о вещах поврежденных И потерянных Мы обыкновенно говорим Я был хозяином Такой-то вещи. А теперь, Когда Бог сказал Я есть, Он показал, Что он есть Бог, Что он есть Господь И Бог живых, А не уничтожившихся Совершенно. 41 по 47 стихи Он же сказал им, Как говорят, Что Христос Есть сын Давидов, А сам Давид Говорит в книге Псалмов Сказал Господь Господу моему Сиди, одеснуй меня, Доколе положу Врагов твоих В подножие ног твоих. Итак, Давид Господом Называет его Как же он сын ему? И когда слушал Весь народ, Он сказал ученикам своим Остерегайтесь, Книжников, Которые любят ходить В длинных одеждах И любят приветствия В народных собраниях, Председания, Синагогах И предвозлежания На пиршествах, Которые поедают Домы вдов И лицемерно Долго молятся. Они примут Тем большее Осуждения Толкование. Давид говорит, Называет его Господом Псалом 109.1 Как же он простой Сын ему? Он был и сын Давиду по плоти, Но вместе и Бог его Они считали его Только сыном Давидовым. Поедают Домы Вдов, Наполняя Чрево Расточая За пределы Должного И предлог К тому Как бы Благоговейный Ибо Под предлогом Молитвы И душевной пользы Они учат Не посту Но пьянству И чревоугодию И зато Говорит Примут Тем большее Осуждение Потому что Не только Зло делают Но и прикрывают Оное молитвой И вид у них Благоговейный Добродетель Они делают Предлогом К лукавству Поэтому они Заслуживают И большее Осуждение Так как Добро подвергают Порицанию Вдовицы Должны Жалеть А они Входят В домы Их Затем Будто Чтобы Долгими Молитвами Благословить Их Между тем Вдовицы Принуждены Бывают По случаю Их Посещения Делать Издержки И таким Образом Разоряются Глава 21 С 1 По 4 Стихи Взглянув Он увидел Богатых Клавших Дары Свою Сокровищницу Увидел Так же И бедную Вдову Положившую Туда Две Лепты И сказал Истинно Говорю Вам Что Эта Бедная Вдова Больше Всех Положила Ибо Все Те От Избытка Своего Положили В дар Богу А она От скудости Своей Положила Все Пропитание Своем Какое Имело Толкование Было Священное Сокровище Удаляемое Боголюбим Которое Употребляли На поделки И поправки В храме И вообще На украшение Храма И на Пропитание Бедных Но в последнее Время Священники Это Сокровище Обратили В торговые Обороты Разделяя Оно Между Собой И не Употребляя На то На что Определено Было Первоначально Господь Вдовицу Хвалит Больше Всех Прочих Потому что Она От скудости Своей Повергла Все Своё Состояние Ибо Две Лепты По-видимому И ничтожны Но Кормившиеся Милостеней Они Составляли Всю жизнь Ибо Вдовица Была Нищая И так Господь Воздаёт Награду Обращая Внимание Не на то Сколько Даётся А на то Сколько Остаётся В домах Богачей Принёсших Немного И невеликое Оставалось Гораздо Больше А у Ней Дом Весь Опустел И в Нем Ничего Не Осталось Ибо С верой Нужно Приносить И добрую Совесть То есть Жизнь Беспорочную И кто С ними Приходит К Богу Тот Кажется Полагает Больше Всех Тех Которые Богаты Учением И Обилуют Языческими Добродетелями Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Спаси Христос Сестра Во Славу Божью Аллилуйя Отошёл Аллилуйя С Богом Спаси Христос За молитвы Храни Господь Христос